МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальные проекты тысячи людей, которые отримали допомогу и наивысшая республиканская узнагорода «Гуманное сердце». Выники работы минулого года стали главной темой на посяжении президиума областной организации белорусского товариства «Червоного крыжа». Юбилей легенды у Гомеля значили 80-годзе вядомого советского поэта, актера и авторовы канавцы Владимира Высоцкого. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Гомеля значили День белорусской науки, причем на урочистый сход запросили не только представников институтов, где распроцовываются новые выработки и технологии, а и их партнеров с реального сектора экономики. Роли науки в жизни сучасного громадства – тема нашего наступного материала. Гомельская область – один из наибольшь высокоразвитых навуково-индустриальных регионов Беларуси. Навуковый сектор представлены восьмю академичными структурами, шастю – высшайшими навучальными установами, а маль сорока – галиновыми навуковыми и проектными институтами. Только кандидатов и докторов навук на Гомельшине каля полутора тысяч человек. Хоть сказать сегодня можно не только об великой колькости навуковцев, але и об наявности навуковых школ, добровядомых за межами Беларуси. Традиционно очень сильная у нас математическая школа. Она сложилась еще со времен академика Чунихина, поддержана, была член-корреспондентом Шеметковым и развивается сейчас научная школа Скиба и его сотрудники у нас в Гомельском государственном университете. Очень сильная у нас школа по полимерным материалам и по механике полимеров. Это заметная со времен еще белого школа мирового такого уровня. Там же очень эффективное и практически полезное направление, связанное с борьбой, с трением и изнашиванием в машинах. Это всемирно известное, всемирно призванное направление. В этом году Рашистый Сход, присвеченный Дню Беларуской навуке, прошел у Гомельским Державным медицинским университете. Сегодня это не только научальная, а еще и буйная навуковая доследшая установа. Никто, докладно, не подлечу, сколько жития отрымалось захавать, дякуючи распространенным тут технологиям. Але напыла их не одна сотня. И это лишь бы будет повеличиваться. Бо доследования у медицинским университете протягбуются. У нас очень существенные современные разработки, которые у всех может быть на слугу. Такие разработки, как стволовые клетки, они применяются и разрабатываются при лечении хронических заболеваний печени на широко. Разработка новых жидкостей, которые для лечения заболевания опорно-двигательного аппарата. Светкование Дня Беларуской навуки – добрая нагода от наших слепших. Гоноровые грамоты и подяки. На сцену выходят навыковцы, распросовки яких оказали реальный уплыв на развитие бодай усих сфер життя. У института лесу Национальная академия навук сегодня кажутся об доследованиях на молекулярном узровне. Отриманные выники дозволяются по-новому оценить процессы, які отбываются у природе, и використовывать их на корысть человека. Секвенировали в прошлом году, то есть это полногеномная расшифровка генома. Мы сделали пять видов – это гриппфома, ольха, ясень, граб и липа. Это сделано впервые в мире, то есть до нас никто полногеномное секвенирование не расшифровывал этих видов. Сегодня беларуская навука – это бренд, яким краина може гонориться. После подписания угод навуки декрета президента об развитии личбовой экономики, можно сказать, об яшикале 40 видах навуковой деяностей, половы, с яких ранее у республицы в уголе не сновала. Займаться навукой повинна быть престижна. Это слова президента Беларуси Александра Лукашенко с его выступления на другом съезде в ученых, який отбывся у Снежни минулого года. Александрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Что такое венчурное финансование и как оно працует в Беларуси? В этих не простых питаниях разбирались на семинары, який пройшел в Гомельском технопарке. На встречу пройшли его резиденты, выкладчики и магистранты ВНУ, керавники приватных компаний, бухгалтеры. У новации экономической системы Беларуси уникла Марина Джалея. Бесплатные семинары в технопарке проводятся регулярно. Это стало мягчимым, благодаря финансовой поддержке Гомельского облаконкама, чтобы больше людей могли доведаться об АЗАХ и всех узровнях открытия в ведении властной справы, рызыках, особливостях экономики и ее законах. Утым лику новых декретах и указах. Пытания ГЭТЫ с встречи сконцентровались вокруг венчурного капитала, стартапов, развития личбовой экономики. По статистице, цикла життя стартап-компании – 3-5 годов. Самое главное, что стартапы, ввиду того, что они направлены на глобальный рынок и технологичные, они развиваются очень быстро и приносят большую отдачу. То есть от того, что такими продуктами пользуются миллионы людей, безусловно, они приносят отдачу и, в общем-то, приумножают капитал инвесторов, развивают компании до очень крупных компаний. И вот справа, как раз утымка, в знайстве инвестиций для реализации стартапа. Бо стартап – это худкость. Технологии утым лику личбовой зараз развиваются, как никогда им клива. Тому новую идею треба увасаблять одразу. Иначе это сделает иншее. Для этого потребны гроши, а докладный – венчурный капитал. Иначе, кажучи, инвестиции призначены для финансирования стартапов, а тому связаны с высокой риской. Бо гроши могут быть страшены. Декрет номер 8 об развитии личбы экономики предугледживая утым лику и активное развитие венчурной системы. Тому и цикавость даудела у таких семинарах высокая. У каждого удельника своя мета. Одны шукали инвесторов, інши – на два рот, жадали у класса сродки у перспективную справу. Выкладчику и магистранта утекавила развитие бизнесу на практице. Тематика семинара связана немного с темой моей диссертации, которую я буду защищать магистрской. И вообще, в принципе, мне кажется, что это новое направление, новое изменение в законодательстве, особенно много в области инвестиций, которое полезно донести до наших студентов. Нагадаем декрет номер 8 об развитии личбовой экономики президент Беларуси Александр Лукашенко подписал месяц тому. Документ, створяя беспрецедентные умовы для развития IT-глины, и дае серьезные конкурентные переваги краине в створении личбовой экономики 2021-го года. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадо и компания «Гомель». Промою телефонную линию с жихарами областного центра провел директор коммунального предприемства «Гомель Гарсвятло» Валентин Радзюк. На протягу годины с пытаниями до его звернулися некольки человек. Сярод хвалюющих тем – осветленность дворовых территорий, энергосбережение и сучасная технология. Меркаючи по отказах, особливой уваги предприемства зараз потребуют старые микрорайоны, подчас будовництва яких у певных местах дворовое осветление было непродугледжено. Что тышится молодых микрорайонов, то там осветленность закладена проектом. Что год проводится работа по замене старых лямпочек на светлодиодные, які заявляются энергосберагальными. Таким чином летося было обновлено больше за 2000 светловых лихторов. У планах на гэты год обновить яше як минимум полторы тысячи светлокропок. У певных местах осветления працюе по датчику руху. Усе гэты меры у целым допомагают, что год поляпшать по кашек энергосбережения. Так само ведется постоянная работа по выбору наибольши оптимальных способов керования системой осветления города. Гэтая работа будзе протягнута и селита. Гомель осветляется по специальным графикам. Уключение и выключение светлокропок ажитявляется зуликам астрономичного часу и метеоумов. При складании гэтага графика уличывалось омеркование специалистов у Держа автоинспекции. Если говорить о перспективах, то ведь так же мировая наука, промышленность не стоит на месте. Выпускаются светильники более совершенные, что касается также светодиодных. Мы постоянно изучаем рынок, изучаем их характеристики. И если появляются более эффективные уже модели, то мы их стараемся применять. По выниках работы за минулый год Гомельское управление Державного комитета судовых экспертиз, лидер Украины, одразу по некольких покажиках повиншовать супрацовников областных экспертных подразделений и обмерковать задач на гэтый год, в Гомель приехал уголовный судово-медицинский эксперт Беларуси Юрий Аусиюк. Подробностей в наступном материале. В 2017 году судовым экспертам было накеровано свыше 46 тысяч экспертиз, а маль 97% у которых поспехово выконано. Супрацовники комитета напруженно працавали и якосно справились с задачами. Практично по каждым третьим злочинствам забеспечили выявление следов самые короткие термины, что сприяло худкому раскрытию справ. Остатние экспертизы помогли принятию объективных решений по запытию суда обозворотах граждан. Дородшее управление по Гомельской области первое сирот областных по сумме перориченных у бюджет сродков, а доказание платных послуг. Каля 670 экспертиз принесли больше за 160 тысяч рублей. Востребованными у граждан экспертиз это те же генетические исследования по установлению отцовства, те же и экономические экспертизы, бухгалтерские строительные экспертизы, но они назначаются хоть и судами, но и в инициативе граждан. Они производятся на платной основе. Регион находится на первом месте и по проведении платных баллистичных экспертиз. Их было больше за 50, тогда как в остальных областях, в среднем по 5. Многие украйниные в нашей области ноу-хау уже выкорастовываются в Украине. Например, химичное доследование складу нырочных каменев. В этом году так само плануется увести новые виды экспертиз. Культурологические экспертизы это экспертизы по исследованию порнографических материалов. Планируем проведение лингвистические, психолого-лингвистические экспертизы, в частности по такому сложному виду объекту исследования, как оскорбление. Мы с этим сталкиваемся. Естественно, что наработки у нас есть, будут ли они в этом году внедрены, либо в следующем. Это по проведению дендрохронологических экспертиз, по исследованию деревьев, объектов растительного мира. Ну и продолжаем дальнейшую работу по исследованию ДНК животных. Все лето Комитет судовых экспертиз святкует свой первый юбилей – пять годов с дня створения. Намагания керавництва нацелены на поле общения умов працы экспертов. Это тычется створения стандартных працовных местов и забеспечения сучасным обсталяванием. Так, с допомогой центрального аппарата, в минулом году началась замена у всех криминалистичных чемоданчиков-экспертов. В ближайший час эта работа будет завершена. Плануется и набыть еще одного хроматомоспектрометра для выучения биологичных ваткостей. Что касается такого вида экспертиз, как генетические, которые сейчас внедрены в каждой области, то мы соответствуем так называемому золотому стандарту, который используется и в Америке, и в Европе. Это одинаковое оборудование, это одинаковые реагенты, это одинаковые методики. Поэтому разницы провести эту экспертизу в Минске, в Гомеле, или там, наверное, в Техасе, или еще где-то нет. После подведения выника удельники сходу перешли до урочистой частки ушанования лепших. За поспехи у службовой дейности супрацовники были отзначены грамотами и подзяками. Анна Кральчук, Валерий Гапанько, телерадо-компания «Гомель». Сегодня исполняется 15 год со дня створения Державной инспекции оховы живельного и рослинного света при президенте Республики Беларусь. На территории Гомельской области находится 7 структурных подразделений инспекции. За 15 годов службы инспекторами региона было выявлено около 40 тысяч порушений, свыше полов из которых у сферы рыболовства. Злочинства супрацприроды сегодня уже не мают такий массовый характер, як это отбывалось ранее. Дякуючу активному супрацовництву за іншими правоохондными службами створены додатковые меры для оховы природных богател нашего региона. На допомогу инспекции нередко приходят и звычайные грамотяне. По их информации выявляется кожное десятое порушение. Сейчас в работе инспекторы, должностные лица используют новые системы навигации, новые системы видеонаблюдения, фотосъемок и так далее, которые позволяют быстро, оперативно фиксировать нарушения. Уникальные проекты тысячи людей, які отримали допомогу и найвысшая республиканская узнагорода «Гуманное сердце». Выники работы минулого года стали головной темой на посяжении президуума областной организации белорусского товарыства «Червоного крыжа». Об их доведалися и наши корреспонденты. Гуманецкая областная организация белорусского товарыства «Червоного крыжа» сярод своих коллег Украине – самая массовая. Ее членами заявляються больше за 14% уже коррори ее на. Сярод волонтеров прикладно 2200 человек. А вольными силами в минулом году яны провели больше за тысячу доброчинных и профилактических мероприемствов. Реализовывали 11 проектов, сярод яких и уникальные. Утым лику проект по подтримце бизнес-идеи переселенцев из Украины. Дякую, что яму летось 60 идей увасобилися в життё. А кроме того, за год было выделено 6000 ваучеров на 120 тысяч рублей. Эту допомогу отримали больше как полтысячи переселенцев. Сярод новых проектов в 2017-х были и инши. Так «Червоный крыж» стал у першиню лячить смехом. У шпиталях почали работу волонтеры-клоуны. У першиню установлены контейнеры для сбора оденья для маломайомысных грамадян. А у крамах появились полиции добра. Эти и инши выники працы подвели на посаджение президума областной организации. По виду о совете долучились 15 районов Гомельщины. Яны зарабили с правосдачу. Оценку их працы дала генеральный сакратар республиканская организация Вольга Мычко. Гомельская организация действительно уникальная организация. Нельзя сказать, что она хуже, лучше других областных организаций. Но она действительно имеет свое лицо. Она уникальна в той части, что это единственная область, которая реализуется на сегодняшний день уникальный экономический проект по микроинициативам в поддержку лиц вынужденных переселенцев из соседней Украины. И тот вклад, который вносит и областная организация, и районная организация, конечно, не сопоставим с другими организациями областными организациями в республике. «Червоный крыш» традиционный организатор доброченных ранечников и худильниками и уладальниками солодких подарунков летом стали больше как 2000 маленьких жахаров гомельщины. Окрім реализации уласных добрых идей, областная организация поднимет и иншая. Она постоянно удельник практически всех социально-значных проектов и мероприемств в регионе. Собрационная «Заховая здоровье», уязвимая такая награда. и окружены вниманием и заботой. Ганна Ковалева, со сцены гомельщинского громадского культурного центра песни Высоцкого гушали в выконании солистов эстрадно-симфоничного оркестра имя Юрыя Василевского и Бардау. Артысты их подали так, как неколи выконвал и сам автор за сабливой широстью и энергетикой, одночасово уклавши у них властное почуте. Уся концертная программа сопроводжалась мультимедийным и живым расповедом про житё и профессийную идейность Владимира Высоцкого. Сдавалось об этой выдатной особе уже шмат сказано и спета, однако любовь даягут творшей спадшины, допомогая знаходить новые слова. У нас очень много девушек исполняют песни Высоцкого, хотя в принципе он писал всегда для себя, это песни, которые исполнял он сам, они соответственно по накалу, по драматизму они больше предполагают мужской голос, но тем не менее мы постарались это сделать для солисток странно-симфонического оркестра. И собственно в этом и является наше какое-то авторство в том, что мы очень много используем женского вокала в концертах Высоцкого. В Гомеле следствия гуляли в шахматы. Чемпионат областного управления следствия комитета собрал аматоров этой гульни из всего региона. У машин конкуренция была больше серьезной 14 гульцов. Уже ночи часто с поборницей за перемогу змогалися усяго четыре удельницы. Мастерство, навука и спорт все это элементы шахматов. Это интеллектуальная гульня амаль идеально отповедая духу праце следствия. Шахматы скажем так интеллектуальный вид спорта где требуется работа головой думать надо больше и это конечно очень близко к работе следователя который анализирует свои материалы расследует уголовные дела где тоже надо проявлять изобретательность. Пираможцами чемпионата у особистых заликов стали Владимир Сандал и Катярына Леонюка. Абодва представляют областный аппарат управления Следующего комитета по Гомельской области. Миновита эта команда и стала первым агульным заликом. На другим местом Мазырский районный отдел. На третьем Гомельский городский. По выниках областных спорництв сформируют сборную которая отправится на республиканский чемпионат Следующего комитета по шахматах. Дорой же Гомельская область в последние годы за все дотропляя улик призеров. Это и иншие на этом выпуск завершены. Добрых вам новинов. Сошите за эфиром.